Дарик, ты за кого голосуешь? Я не могу назвать имени исполнителя, потому что это фора будет. У меня не отправляется за того, за кого я отправлю. А надо оплатить телефон, Саша. Серёг, а ты кому пишешь? Я жене, что буду поздно. Без меня не начинай. Ну что ж, к новостям. Девять государств Восточной Европы, которые только недавно были приняты в Евросоюз, потребовали от западных партнёров исключить протекционизм в рамках ЕС. Более того, новички попросили об ускоренном вхождении в зону евро, а также о кредите в 300 миллиардов евро. На что евро-ветераны ответили отказом. Но до этого им помогали. То есть Европа помогала. Ну чтобы они вошли. А как только вошли? А сейчас уже... Ведь в советское время как было, ребят? Как было в советское время? Я расскажу, как не единственный человек, который помнит. Ты, кстати, твой сегодня костюм полностью описывает, то, как было в советское время. Неважно. Не очень. Так себе. Было в советское время как. Все говорили, поедемте-ка, отдохнём в Палангу. Это было счастьем в Юрмалу попасть, в Сталин, в Ригу. А эти страны подумали, что выйдя из состава Советского Союза, они будут вызывать такие же эмоции у европейцев. Ну, поначалу так... Они рассчитывали, что жители Венеции, что будем делать летом? В Палангу поедем. В Парижане говорят, что делать в Париже в сентябре? На Суинчи в Брян. К Лайпиду. Ну, а что, как эта вечеринка сбитых летчиков, в принципе, выглядела? Вот пришла Латвия, пришла Польша. Латвия принесла шпроты. В Венгрия, горошек. Они собрались. Болгария принесла лечо. Чехия принесла пиво. Чехия принесла пиво. Литва принесла Эстонию. Ну, когда нечего нести, они не носят друг друга. Сама ножку молочила, но принесла. Вот, представьте, собрались. А вы понимаете, ситуация, которая возникает. Они просто были сначала с СССР, потом подумали, что мы ослабели, а и к Европе. Они в Прибалтиках всегда идут к сильному составу. Надо им, чтобы Прибалтика вошла в состав Валуева тогда. Его Валуевский состав? Да. Столыпинский вагон, Валуевский состав? Валуев тронется, состав остается. Как поется в песне. Одним словом, эти страны еще раз подтвердили то, что без России, без дружбы народов, без искренних отношений прожить невозможно. Надеялись на Европу. А Европа... А Европа... Подвела. Ну, не подвела. Старший брат есть, а донашивать нечего. Да. Но надо отдать должное. Есть один субъект Варшавского договора, который, в отличие от всех остальных, остался в составе Советского Союза. Беря! Филипп Киркоров. Статья в газете Труд называется «Медведев ответил Обаме из Испании». Дмитрий Медведев отказался принять предложение Барака Обамы о совместных действиях по решению иранской ядерной проблемы в обмен на отказ США от размещения ПРО в Европе. То есть у них сейчас новая, да, тема? Да. То есть они предложили там, давайте мы ПРО не будем, а вы Искандеров уберете. А вы заняты будете. Из Калининграда, да? Вы с Ираном нам поможете, а мы ПРО не будем. Кстати, у меня отключение. Я просто, вот они говорят, что они откажутся от ПРО. У меня есть внутреннее ощущение, что им просто уже не приходит в голову, каким образом можно это ПРО строговать и на что. Просто вот... Сбагрить. Сбагрить ПРО. ПРО? Уже запашок такой от ПРО пошел уже. Через астрономы хижей. Мне кажется, скоро начнется бред. Мы ПРО уберем, а вы Буйнову запретите петь. Я не знаю, идиотизм. Вы Раките... Это, я думаю, адекватная замена. Мы уберем ПРО, вы перестаньте выпускать УАЗ Патриот. Ладу Калину перестаньте выпускать. Класса земля-воздух. Я не знаю. Давайте мы закроем тюрьму, а вы закройте вытрезвитель Сызрани. Или они говорят, мы скажем, кто убил Кеннеди, а вы нам скажете, сколько лет Харатьяну. Не, ну такую страшную тайну Россия не откроет. Мы Макдональдсы закроем, а вы Макдональдсы закройте. Вот это честно. Вот это честно. Вот это согласно. Именно с таким объявлением обратилось руководство крошки картошки. Ко всем странам. Вы Макдональдсы закройте, а вы Макдональдсы закройте. А тут и мы. И Дмитрий Анатольевич Медведев дал очень ясно и прозрачно понять, что... Из Испании, между прочим. Да, никакой торговли в сфере вот этих... В роуминге был человек. Да. Идет. В общем, сделки не будет. Правильно? И в то же самое время в США, вернее, не в США, что я вру, в РБК Дейли. Итак, друзья, СРУ или СРУ... СРУ и СРА. СРУ сосредоточит свое внимание на России и Китае. Разведка США будет информировать Барака Обаму об экономической ситуации в мире в ежедневном режиме. Особое внимание будет уделено влиянию финансового кризиса на внешнюю политику России и Китая. Такой странный выбор СРУ. Это то есть они... Решили... Все это время они тупили просто за страшные силы. А мы Антарктидой и Лаосом занимались. Не надо было? А мы же думаем, мало ли там что-то с пингвинчиками там. В Лаосе. В Лаосе, да. И тем не менее, новый шеф СРУ... Ух ты. Леон... И у них поснимали. Леон. Леон киллер. Так говорят его тараканы. Леон Панетта сообщает о том, что теперь, во-первых, Барака Обама будет ежедневно информировать об экономической ситуации, а не как прошлого президента раз в год. Нет, дело в том, что ЦРУ и раньше тоже информацию, все отчеты, Бушу всегда на столковали. Только Обама первый, кто начал их читать. Да это вот этот человек. А это вот эти знаменитые дома из бумаги. Да, эти шапочки для маляров. Интересно, каким-то образом, Саш, как ты думаешь, каким-то образом ситуация в Америке, в ЦРУ, в Белом доме, какой-то отпечаток на ситуацию в нашей стране нанесет? Да. Какую? Я думаю, опять на улицах появятся люди в черных плащах, в очках, такие вот, в шляпах широкополосных. Где живет Брежнев, знаете ли? Вы откуда? Я зволь огоченный. Продайте секрет. О, как пройти в Горький парк? Вы не могли бы, невзирая на мой акцент, показать мне чертёж? Может, нам своих шпионов в Америку заслать тоже? Ну, ваших полно там будет. На громких заслать. Ваши там пол Канады и мы в Чикаго весь. Вы Лос-Анджелес, а наши в правительстве. Ну, настроение у меня поднялось. Друзья мои, завтра 8 марта. Секунду, завтра 8 марта. 8 марта завтра. Сколько подарков-то у тебя будет, да? Да, да. От тебя. На самом деле, да. Завтра 8 марта и... Потрясающий день. Тук-тук-тук. Вот тебе подарок. Вот тебе подарок. 8 марта. Привет. Привет. С наступающим. С наступающим 8 марта. Привет, Лос-Анджелес. Это Саша, познакомь. Я думала, куда бы прийти так, чтобы сразу вот четверо таких вот сумасшедших меня поздравили. Я единственный из вас, ребята, подготовился, я знал. Я вижу, что ты делаешь. Единственный из вас. Взял, потратился. Серёжа, там чётное количество. Потратился. А как мы с Ваней потратились, да. А я, ребята, все прям побежал в кондитер. А мы-то как поздравили. Друзья, давайте, от всех от нас, Вера, Вера, поздравляем тебя с 8 марта. В твоей лице всех женщин поздравляем. И, Вера, пускай у нас будет хотя бы надежда. Поздравляем с 8 марта, да. Спасибо. Давайте поздравим. Друзья, женщины, нас всех поздравили. Будьте спокойны. Поцеловали четверо. Красиво. Ну, ты можешь не обобщать. Четверо. Красивый. С хорошим чувством юмора. С хорошим чувством юмора. Блондин. И цикала. Слушайте, смотрите, вот сейчас телевизор люди включили и говорят, слушайте, блин, у Виагры опять новый состав. Да что ж такое? Ну, посмотрев на Гаррика, скажут, ну черненькая все-таки самая красивая. Самая сексуальная. Эх, вернулась черненькая. Спасибо, ребята. Спасибо, Вера. Что вы будете дарить девушкам? Вы сегодня делаете мне подарок тем, что вот я здесь с вами сижу и цветы. Вера, таким образом ты напомнила всем нам, что мы женаты. Это спасибо тебе за это. Гарик. Да, Вера. Скажи мне, как променин украинки, что ты подаришь своей жене на 8 марта? Я своей жене на 8 марта подарю самое дорогое, что у меня есть. Армянское гражданство. Давайте еще раз. Еще раз, Вера, это не самое дорогое. Это не так дорогое. Русское, русское гораздо дороже. Ребят, еще раз. Попробуем. Вер. Я единственный, который поздравил Веру и подарил цветы. Вот, да. 600 рублей у Гаррика купил, между прочим. И в праздник тоже. А давай пусть Вера у меня спросит, что я хотел ей подарить, но не получил. Гарик, скажи, пожалуйста, что ты хотел мне подарить сегодня? У тебя не получилось, и ты это подаришь завтра жене. Уважаемая жена, я обращаюсь. Тебя придется принять в подарок Тетрис. Я думаю, вот удивится Жанна, когда получит Тетрис с надписью. С праздником, Вера! Дорогая Вера, зачеркнута Жанна, поздравляю тебя с праздником нового, зачеркнута, 8 мая. Дальше. Саша, зачеркнута Гаррика. Вера. Да, еще раз. Давайте еще раз. Ваня. Да, Вера. Ваня не является большим праздником, потому что каждый день должен являться праздником, и не обязательно какой-то день выделять. Поэтому мы решили подарки друг другу не дарить, тем более, что это было мое предложение изначально. И девушечку подарили. И ты знаешь, и Наташа согласилась. Прости-ка ты своего деверя. Итак, мне крайне сейчас важно, что ты подаришь. С сестрам своей жены на 8 марта. С сестрам? Своей жены на 8 марта. Братья, помогите мне. Надо было раньше думать, Саша. Прежде чем идти подойдет с криком «одна хорошо, а четыре лучше», надо было думать, Саша. Я тебе не скажу, ты сдашь меня. Вера, а что ты... Я практически обзавидовалась уже вашим женам. А на газетке кто потратился сегодня? Ну, кто-кто. Кто на них спал, тот на них потратился. Гарик, Вера, какие новости? Я не... Новости, вот смотрю на Хиллари. Смотрите, как она улыбается. Какое у человека хорошее настроение. Вот как у меня сейчас. У меня тоже есть Хиллари, которая улыбается. Вы знаете, а у меня есть... Тут она удивлена. А у меня есть Хиллари, которая улыбается и одновременно ловит такси. Вот посмотрите. Посмотрите, как улыбается моя Хиллари. Моя Хиллари улыбается прямо в лицо Николя Саркази и видно, насколько лицо Хиллари больше, чем лицо Николая. Вот смотрите, у меня в фотографии как ух... Для такой радости повод должен быть у человека. Ну просто я на всех фотографиях вообще. Улыбается. Я просто думаю, что Моника Левинский сдохла. Моника Левинский сдохла. Так думает Вера. Она улыбается, показывает... И Хиллари полагает, что так же думает и Хиллари. Значит, личный врач... Вера, ну читай вот эту сочетку. Читаю. Личный врач президента Венесуэлы настоятельно рекомендовал ему помолчать хотя бы в течение трех дней. У Уга Чавеса тяжелая ангина. У Уга Чавеса тяжелая ангина. Уга Чавес на три дня погрузился в пантомиму, короче говоря. Хорошо, давайте на секунду сейчас попробуем представить, а что Уга Чавес мог бы показать нации, не используя... Наивный, конечно. Что обычно показывает Уга Чавес? В Америке он показывает два жеста обычно. Тут он показал кулак вот так. Ну ладно, но это за секунду до того, как он начал растопыривать один из пальцев. Эта фотография сделана за миллисекунду, когда пошла третья... И тут фотографии сказали, не надо. Эта фотография сделана как раз после того жеста, как Уга убрал правую руку от максимума из гибра левой. А Уга Чавес обычно обращается к Соединенным Штатам. Он что он говорит? Он говорит, вы достали нас. Он показывает, где у него брали кровь. Да, говорит, где у него брали кровь. А вот здесь брали. И из пальца. И из пальца, говорит. И вот здесь, да. У нас есть выход из той ситуации, что ему Уга нельзя говорить. Ему три дня. Есть выход. Он может молча ходить за бегущей строкой. По стране. На три дня Венесуэла погрузилась в молчание. А вот министра иностранных дел уже нет в Украине. Кстати, ты... Будь ласка, это украинские новины. Да, новины. Будь ласка. Украинские новины. Огрейско снят с поста министра иностранных дел Украины. Я все понял. Везла из Украины. Огрейско. Вы правильно. Виктор Степанович, спасибо огромное. У нас на украинскую новую. Давайте все, если не шутки. Украинский парламент отстранил от должности министра иностранных дел Владимира Огрейско. Огрызался? Да. Огрызался. Огрызался. Да. Нет, он, когда в правительство пришел, он еще и яблоко вбыл. Светлого Огрейско. Ну, уволили человека. Попользовались и выбросили. Во-первых, он стал компотом или конфитюровым. Вера, ты йогой продолжаешь заниматься? Продолжаю. А ты знаешь, что ты теперь не можешь продолжать йогой заниматься? Нет, я могу. Теперь Саша йогой занимается. Нет. Там занято. Мне не могут йогой заниматься. Я вам даю один час. Нет, никто теперь не может просто так заниматься йогой. Это почему это? Это почему это? Мне хочется узнать это. Что такое случилось? Ибо... Что Маня только просил научить. Ибо, как сообщает газета «Новое известие», правительство Индии объявило на этой неделе о решении запатентовать все права на секреты йоги. Кстати говоря... Слушайте, а как же я теперь буду Читарангадандасану делать? Верочка, ты можешь ее... Кстати, сделай-ка ее сейчас. Поздравь нас с 23 февралем. Поздравь. Итак, друзья, йога... Теперь, теперь, никаких упражнений, никаких дыхательных упражнений, ни на растяжку, никаких нельзя делать, не заплатив, видимо, некую лицензию. То есть, получается, что я не могу дома, плотно закрытой двери, из моего окна не видно посольства Индии в Москве. Не имеешь права. И я не могу встать в Читарангадандасану. В Читарангадандасану, да. Ну и не могу, я и так не могу. Не помещается у меня там рука. Да эти руки, они вот здесь-то помещаются. Леточка, не показывай. Не пугай нас, Читарангадандасаной. Виноват индийский образ мышления. Они думают, что можно запатентовать такое глобальное мировое наследие, как йога. Они не думают, они собираются. Создана специальная комиссия, в которую входит гуру, которым раздадут авторское право на упражнение физическое... В итоге вышли из состояния смерти, в котором они пребывали последние две стихи. Из саматки. Да. Просыпайся, гуру, спавший 600 лет под землей. Наконец-то мы сможем получить лаве. Лаве потекло. Лаве потекло. Лаве потекло. Вставай, вставай, вставай. В связи с этим, Камасутрой тоже нельзя будет? Нет, нет, Вера, нет. Не надо сразу ставить крест на всем, Вера. Я какому-то человек скажу, практически все упражнения в йоге не совпадают с Камасутрой. Подожди секунду. Если я правильно помню Читридранде Дандасану, там просто носки и снятие Камасутра. Нет, Иван. Нет? Ребята, надо тоже что-то запатентовать у нас в стране. В каждой стране есть что-то, что будет ответом на этот запрет. Я предлагаю запретить всему миру обнимать березки. И разговаривать с ними. Пусть платят. Что сказать? Бобруйский трактор на сибирском конвейере. Это просто добор слов. Давайте перейдем к следующей теме. Следующей? Следующей. У меня просто тут такая красота. Вера, ну раз у тебя тут такая красота, и ты говоришь не про себя, видимо, речь идет о газете. Да, о газете. Нет, у меня речь идет о фотографии. О фотографии? С Андреем Аршавиным. О май гад. Да, смотрите, Андрей поймал кого-то зеленого за руку. Нет. Глюка поймал. Это просто единственный, с кем он подружился. В команде. Написано, Андрей уже успел завести себе друга в арсенале. Им стал талисман клуба. Это единственный, кто может разговаривать по-русски. Между прочим, до этого Андрей дужил со своим шкафчиком. Это не официальные версии. Это фотография Аршавина, и такая должна быть подпись. Аршавина обвиняет в допинге. Просто боюсь, что он после этого гонерзавра просто перестанет узнавать других своих коллег. Он уже перестанет узнавать. Нет, это бейсбольный чемпионат, идиот. Андрей, кстати, не испугался, потому что на чемпионате России по футболу он часто видел на поле таких игроков. Серьезненьких человек. А что нам говорить, если у нас два таких... А среди зрителей. Ярославский шинник практически в полном составе такой был. А в сборной два брата таких же в защите играют, посмотрите. Значит, друзья, давайте... Друзья, давайте поздравим Андрея Аршавина. Он отдал первый результативный пас, после которого был забит гол. Молодец. На счет его побед, очков, голов, пасов начался. Наши рвут Англию. Давайте поаплодируем Андрею. Андрей, вперед! Мы за тебя болеем. Андрей, вперед! Андрей Аршавин, вперед! Как будет вперед на английском? Вперед? Да. Вперед. Форвард. Форвард? Форвард. Андрей Аршавин, форвард. Ну, это просто констатрация факта. Андрей, полузащитник. Можно сказать, гоу? Го, го. Андрей, ну что, его сокомандники поняли о чем. А ведь они же собираются и смотрят всем арсеналом наше заседание по первому каналу. Андрей говорит, это моя любимая программа, собирайтесь. Они сидят и... А тем более, в честь 8 марта это у них любимая программа. Да, что-то. Они сейчас с женами, поэтому что-то по-английски для Андрея. Андрей, go. You are the best. And your wives and all girls in Great Britain from 8 of March. Так это же, да? And with all of our hearts. Хочется вести Евровидение, да? Друзья, смотрите, у меня вот замечательная тоже фотография. Называется статья «Служу Отечеству чужому». Замечание, да. Гастарбайтерам предлагают службу в российской армии. Коммерческую. А можно, Серёж, на секунду? Это, я так понимаю, в газете «Труд» решили, что это такой яркий портрет гастарбайтера. Да. Стоит приехать джазовому музыканту и надеть что-нибудь тёплое, как сразу он становится гастарбайтером. Гастарбайтером. Равшан и Джамшут поедут служить в армии. Да. Придётся мне сейчас всё одному клеить. Гастарбайтером предлагает государство за деньги идти служить в армию. Ну да, ну типа... Это и раньше не запрещалось, а сейчас поощряется. Сейчас поощряется. Равшан, Джамшут, всё. Армию. Какие плюсы? Плюсы какие? Если солдат попал в плен, то противник не сможет добиться ничего. Где танки? Где? Подожди. Я больше не знаю. Где самолёты? Маслёны, Санас. Говори, где ваши? Танки? И где? Я бы убрал... Я тебя уничтожу! Да! Непобедимый солдат. Это один плюс. По-моему, это самое главное. Ты сказал, ты сказал... Сначала наша армия идёт гордо на противника. Гарик, давай-ка мы разделим вот наша армия. Вот уже само правительство предлагает не разделять. Кстати. Теперь и я могу пойти в армию. Иди служить в российской армии. Я вас с удовольствием. А я медсестрой. Тогда я и на передовую пойду. Я просто ранки меня... Я под пули лягу. Я... 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 Режь ты ногу. Я закрою амбразуру. Не всё то, что делаешь ты, будет делать потом медсестра, Гарик. Я закрою. Я закрою. Понял, Иван. Ты не видел амбразум. Бера. Друзья мои, заканчивается голосование. Вам нам не пора сказать. Пока мы не закончим, она не закончится. Сейчас люди подсчитывают голоса на Евровидение. Ты понимаешь, ты отвлекаешь страну. Кстати, да, сейчас люди... Самые главные две темы сегодня. Это 8 марта, которая будет завтра. Да. И Евровидение, которое сегодня. Которое будет в мае. У нас очень логичная передача. Очень логичная. Давайте еще обсудим 1 сентября. Как там дико в школу пойдут. Границы. Следующая тема. Пеналы. Новый год не загорали. Новый 2014, когда в Сочи пройдет Олимпиада. Продектор Пэрис Силтон. Мы идем в ногу со временем. Мы нацелены на будущее. Так вот, что я хотел сказать про... Я хотела сказать... А вот что хотелось сказать медсестрам. Перебивайте меру. Сестришка, говори. Говори. Сеструха, валяй. Вот и сестра. Я не могу так говорить. Сеструха, скажи. Вер, 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 Вер. На самом деле, вам смешно? Мне реально, мне интересно и важно, кто будет от нас представлять Евровидение. Думаю, что сейчас почет голос. Вы знаете, друзья, вы знаете, что Евровидение вообще рядом здесь все это снимают. И на самом деле мы можем встать, пойти туда и посмотреть. И подарок сделать Вере. Вер, ты хочешь посмотреть отбор на Евровидение? Пожалуйста, 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 пожалуйста. Давайте реально пойдем. Легко, пойдем. Рядом здесь все. Это будет наш подарок тебе на 8 марта. С 8 марта, Вер. Я пойду первым просто. Деньги сэкономим на подарки. Показать государство. Пирожные не возьмем. Ребята, пирожные там остались. Пирожные. Мне вот одно только, понимаете, 7 штук пирожных. Давайте возьмем не с пустыми руками хотя бы. Ну, ребята. А там есть пирожные? Есть. Через несколько секунд. Они обманули. Подожди секунду. Подожди секунду. Через несколько секунд мы узнаем, кто победил. А пока что вот они, не обманщики, прожектор Пэрис Милтон. Дима, присаживай, слушай, потрясающая песня. Отлично. Спасибо. Поздравляем. Как проявляем, ребята. Я единственную смс-ку за тебя послал. Спасибо. Один вопрос, ребята. Как мое португальское произношение? Ребята, это ведущий, я на всех случаях хочу сказать. Это правда? Я не спел. Да, это ведущий. Это вот этот человек нас подсидел. Да, он подсидел нас. Это вот этот человек решил нас 600 долларов вообще. Давай присядем. Ах, вот таких людей мы остались без работы. Саш, то, что нас не взяли ведущими сегодня, это еще половина беды. Нашу песню не взяли, наш видеоклип, который мы снимали для Евровидения. Это обидно. Мы сняли все. Подождите, ребята. Я все понимаю. Сейчас я все объясню. Я все объясню. Вы же знаете. Сидеть на двух стульях нельзя. В Питером тем более. Поэтому. Вот и домой идите. Вера, я жду тебя за сценой, а у вас несколько минут. Бомб. И так, удивительно, удивительно. Поди в Бомб. Дорогая страна, вы понимаете, мы так старались. Посмотрите на нас пятерых. Мы должны были вести этот удивительный конкурс. Понятно же? Ну, мы прислали DVD, сняли клип замечательный. Фантастический клип, выступление. Только если бы Сережа там не стал в этом клипе. Я на заднем плане жонглировал бобрами. Ну и хорошо. Зачем ты их поджег? Ты все испортишься. Они пели тоже. Я не думаю, что это явилось главным фактором. Главное, из-за чего нас не взяли, я уверен, это то, что мы пели ту же песню, что и Валерия сегодня. Ребят, ну дело в том, что, во-первых, я... Я говорил так. Во-вторых, я понимаю массивы композиции. Давайте послушаем меня, Вань. Я, между прочим, я знаю все. Он в своей стране, ему можно доверить. Ребят, ну давайте хотя бы проведем финал уже. Мы можем же это сделать. Если бы нас взяли в нашу песню, вот смотрите, я гарантирую, что Армения отдала бы нам 12 баллов. Саш, за Украину ты бы гарантируешь? Отвечаю. Сереж. Весь Екатеринбург бы проголосовал. Я уверен, что все бы... Азбест, Нижний Новгород. Уймись, все бы мужчины проголосовали бы за Веру, я убежден. Все женщины за тебя, Ваня. Спасибо. Даже я. Включая Воронеж. Он обычно находится на... Не взяли нашу песню. Возьмите нас хотя бы ведущими, нас пить. Это лучшая пятерка. Мы умеем. В мае. В мае мы придем, смотрите, сколько плюсов. Во-первых, Сашка говорит на английском, как на родном. Саш, продемонстрируй. Санек, давай. Лондон is the capital of Great Britain. Один в один. Это Серега говорит на русском, как на родном. Сережа. Аз есть дурманы гороховые. Упряжки. Шелестит упряжкой вялая зязь. Такого произношения не было даже у Некрасова. Ваня из Питера. Это большой плюс. Да, друзья. Ваня. Поребрик, парадная. Ксения, переезжайте в Москву. Видите? У меня есть огромный плюс. У меня есть виза. Виза. В мае я ее продемонстрирую. Я понимаю, что конкурс состоится в Москве. Регистрация, ладно, все. Виза гражданам Армении здесь не нужна. Слава Богу. Вера. У нас есть вера в то, что если нас возьмут пятерых, мы порвем Евровидение. И самое главное, мы единственные пять ведущих в стране, которые готовы сами заплатить, чтобы ввести этот конкурс. Это наша единственная ценность. Где мы возьмем деньги? Где мы возьмем деньги? У меня есть идея. Пару дней тому назад она пришла. Я предлагаю прямо сейчас, в прямом эфире, мы все объявим, что мы заканчиваем свою трудовую деятельность, уходим из шоу-бизнеса и делаем прощальный тур. Подождите, подождите. Уходим из шоу-бизнеса? Да, да, да. Это первый случай, когда человек, не успев прийти, уже уходит из шоу-бизнеса. Не-не-не, прощальное турне, это будет работать. Соберем деньги. Даже название придумал от марта до марта. Кто дал Саше микрофон? Хорошее название. Ну что, друзья, я думаю, что это мысль. Короче, для корпоратива 8-926. Дальше, ну, не знаю. Спросить Гарика. 8-926. Вы знаете, друзья, тем не менее, я убежден, что все проголосуют за нас. Если нам или вам не нужны пять ведущих на Евровидении, возьмите одного. Достаточно одного уверенного, сильного человека. Подожди, мы забыли о том, что мы сделали так, что мечта Веры сбылась. Она хотела на 8 марта подарок побывать на Евровидении. Хотя бы на отборочном туре. Она появилась так далека. А теперь хочу в финале побывать в Евровидении. В пятерке лучших ведущих. Эта мечта тоже сбудется, Вер. Но перед этим осталось всего несколько минут. 58 до 8 марта. Желаем всем участникам удачи. Депуха, Депера. Удачи всем! И с наступающим подставатом всех женщин, девушек, бабушек, девочек. Да? С нами Урал и здравый смысл. Ура! Дорогие друзья, казалось бы, все. Казалось бы, прямо сейчас мы могли бы заканчивать. Но есть время. Слава Богу, есть время не только поговорить о Евровидении, но и поговорить о себе. Саша, пожалуйста. Вера, говори. Вера, вот именно твоя смешливость, прежде всего, не помогла тебе удержаться в группе Виагра так долго. Кстати, вот новый состав группы Виагра. 8, 926. Давайте еще один прощальный тур сделаем. Вы знаете, слушайте, ну а что бы нам сделать для того, чтобы нас обязательно все-таки пригласили ведущими Евровидении? Я бы мог выступить. Я думаю, что наша пятерка, мы можем... Гарри говорит не про автомобиль, а про нас. А может быть, сейчас, просто перед тем, как объявят уже результаты, может, все-таки выступим на сцене? Вера, я думаю, что одна девушка и четыре Меладзе, это чересчур для группы Виагра. Вы не чувствуете, что нас чересчур много парней? Юля, вари борщ, я скоро буду дома. Все, еду. Я тоже поеду. Тебе некому сказать? Ты что, на Украине? В этой стране. Я очень беспокоюсь, когда закончится голосование, потому что иначе мы... Голосование продолжается прямо сейчас, тем не менее, друзья... Ваня, как ты думаешь? Я не могу показать, ты прямо в эфире. Кто победит, как ты думаешь, Ваня? Я бы хотел объявить вот о чем. Через несколько секунд мы узнаем, кто победит. Но мы не можем произнести их имена по одной простой причине. Мы не знаем их имена. Но есть люди, которые могут это нам сказать. Андрей, Яна! Андрей, Яна, вы нас слышите? Да, конечно. Итак, блистательный Иван Урган, Александр Цикава. Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и присоединившийся к ним Вера Брежнева. Но, друзья, сейчас абсолютно, кроме шуток, мы действительно приближаемся к тому, чтобы узнать ту самую тройку лидеров из всех тех, кто сегодня выступал, по мнению телезрителей Первого канала. А это без малого. Вся Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова